МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. В ближайшие 10 минут наши авторы расскажут о наиболее заметных рязанских событиях. Коротко о главном сегодня. Подмосковной цыганкой вписана строка в рязанскую летопись. Редактировали данные наркополицейские. Машин в пешеходных зонах не будет. Это клятвенное обещание, полученное нами от чиновника рязанской мэрии. 60-летие мастера сегодня отмечает юбилей легендарный рязанский джазист Константин Панкратов. А теперь обо всем подробнее. Рязанский губернатор Олег Ковалев поздравил вчера пишущую братью региона с профессиональным праздником Днем российской печати. Особо начальник области подчеркнул роль прессы как информационного источника народных чаяний. Схема проста. Народ возмущается. Пресса поднимает шум. Власть реагирует. По крайней мере, такая обойма все чаще выдает на гора прицельные выстрелы. Об этом говорил Олег Ковалев, приводя в качестве примера недавнюю историю с планом застройки Есенецкого-Константинова. Мы не допустим ошибки. Потому что, да, вынесло Министерство культурно-кассай. Но после того, как СМИ начали эту тему реформировать, то проблемы, которые могут возникнуть, я забыл о том, что нужно это принимать. Напомним, за день до Нового года в отставку подала Галина Соколова, возглавлявшей до того Региональное министерство культуры и туризма. В прессе прошли сообщения, основанные на собственных источниках, что уход с поста Соколовой связан как раз со скандальным проектом изменения охранных зон в селе Константинова. Для тех, кто не в курсе родине Сергея Есенина, сейчас проект отправлен на доработку. В историю Рязани отныне вписана новая страница. Об этом позаботилась немолодая цыганка, жительница Московской области. Наркополицейские регионального ведомства арестовали 57-летнюю даму, у которой была обнаружена крупнейшая за все время существования нашего древнего, но вечно юного города партия Метадона. Эта злодейская штука, кстати, вызывает такую же зависимость, как героин. Также у этой бойкой женщины нашли немало кокаина. За подробностями в антинаркотическое управление выезжал сегодня Глеб Галушкин. Рязанские наркополицейские задержали цыганку в микрорайоне Приокский. Во время обыска в квартире на улице Энгельса оперативники обнаружили кокаин и метадон. Причем изъятая партия синтетического наркотика стала одной из крупнейших за всю историю региона. Данная женщина цыганской национальности периодически приезжала в город Рязань к своим родственникам. И в то время, когда она посещала своих родственников, к ней съезжались курьеры из различных областей России, которые получали у нее за деньги наркотики. В отношении задержанной цыганки ведется уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере». Также в новогодние праздники сотрудники госнаркоконтроля изъяли около полутора килограммов наркотических средств. Еще оперативники накрыли дезаморфиновый притон на улице Разина. В нем задержаны молодые мужчины и женщины, которые с ноября прошлого года готовили и употребляли со своими знакомыми этот сильно действующий наркотик. Сожители в течение нескольких месяцев приглашали к себе домой лиц, употребляющих дезаморфин, совместно его изготавливали и в дальнейшем употребляли. В момент прихода в помещение наркополицейских там находилось 4 человека. Кроме хозяев там были и двое посетителей. У подозреваемых были изъяты 3 шприца с готовым дезаморфином. Теперь о новеллах законодательства, которые стали предметом активного обсуждения в обществе и прессе. С этого января изменились многие положения порядка оказания в России скорой медицинской помощи. Во время недавней пресс-конференции регионального министра здравоохранения Ларисы Тюрьной наш корреспондент Оксана Тебеднихина попыталась узнать, как новшества могут отразиться на работе нашей скорой. С Нового года Министерством здравоохранения России было принято постановление об изменении некоторых пунктов в работе службы скорой помощи. Во-первых, уточнены критерии оказания экстренной и неотложной скорой медицинской помощи. Наверное, стоит сделать акцент на то, что скорая и неотложка – понятия абсолютно разные. При звонке по номеру 03 вам необходимо будет внести ясность в ситуацию. А именно, в случае поступления вызова скорой в неотложной форме на него отреагирует ближайшая свободная бригада. Есть понятие такое скорая и есть понятие неотложной помощи. Так скорая помощь – это действительно должна по жизненным показаниям выезжать. А неотложная помощь – это то, что, допустим, вот обострение повысилось давление, да, значит, какое-то ухудшение у хронических больных наступило, это не впервые, это вот им известная ситуация, но они тоже требуют помощи и не могут, может быть, ждать участкового врача, когда придет. Во-вторых, уточнены состав и профиль бригад скорой медицинской помощи. С января специализированную бригаду должна вызывать общепрофильная бригада в случаях, когда состояние пациента требует использования специальных методов и сложных медицинских технологий, выполняя на месте до ее прибытия максимально возможный объем медицинской помощи собственными силами и средствами. Конечно, специализированная бригада может быть направлена больному и сразу после поступления вызова, решение об этом должны принять фельдшер или медсестра по приему вызовов. Что касается провинции, то здесь проблемы одни и те же. Получается так, что очень много врачей скорой помощи уезжают у нас в Москву. Также в новом уставе изменены стандарты оборудования карет и станции скорой медицинской помощи, уточнены правила эвакуации пациента, изменены критерии учреждения станции скорой помощи, а также детально прописаны поводы, по которым вы сможете вызвать машину с врачами. К сказанному добавим, что с этого месяца действуют и новые стандарты оборудования машины станции скорой с учетом появившихся современных технологий. На всех автомобилях службы будут установлены видеорегистраторы и навигаторы. К другим темам. Сегодня мы сумели добиться от городского начальства ответа на народный вопрос, как даже в Рязани пешеходные зоны будут по-настоящему пешеходными. Вот какие комментарии удалось получить. Улица Почтовая благодаря установленным ограждениям с недавних пор стала вроде бы по-настоящему пешеходной. Сейчас в планах у чиновников Рязанской администрации прекратить незаконную парковку и на соседнем Лыбецком бульваре. Там, где у нас есть подход к центральному рынку, тоже будем ограничивать для движения, передвижения только пешеходов. Также планируем ограничить доступ в районе нашего цирка городского. По словам Валерия Бипко, городским начальством планируется установить ограждение во всех зеленых зонах города. Работники из Управления по благоустройству Рязани постоянно ведут мониторинг всех пешеходных зон. По крайней мере, в этом уверил нас Валерий Бипко. Чиновники советуют горожанам почаще обращаться в администрацию Рязани, если они увидят случай незаконной парковки автомобилей. От себя добавим, обращайтесь в прессу, снимайте на камеры сотовых телефонов, выкладывайте в интернет. Потому что это чаще всего гораздо действеннее, чем звонки во властные кабинеты. Ну и еще, сегодня замечательный рязанский джазовый музыкант Константин Панкратов отмечает 60-летие. Напомним, юбиляр в 2004 году получил от Ассоциации местных джаз-музыкантов почетное звание «Легенда рязанского джаза». Прямо в свой 60-й день рождения Константин Иванович по нашему настойчивому приглашению приехал в студию телекомпании «Город». Вот фрагмент записи программы «Семь минут», которая готовится к эфиру. Легенда рязанского джаза Константин Панкратов отметил свой юбилей. 60 лет, из которых более 40, музыкант дарит нам свои произведения. Сегодня, в свой день рождения, Константин Иванович рассказал в нашей студии истории с жизнью, поделился планами на ближайшее будущее и, конечно, сымпровизировал для зрителей программы «Семь минут» на своей шестиструнной боевой подруге. «Семь минут» Ой, ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синий сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю в твои поля, а у леденьких околиц «Семь минут» И звон на чахнута поля, пахнет яблоком и медом, фацер вонкой кроткий спас, и гудится карагодом на лугах веселый пряц. Побегу по мятой стежке На приволе зеленых лех Мне на стрельке, как сережки Праздник девичий смех На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи в среду в эфире программы «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин